Друзья, всем привет! Полина, привет! Привет! Мы с Полиной как-то уже снимали упражнение для фортепиано, все его смотра, всем нравится. А сегодня мы обращаемся к чему? Гимнастике пальчиков рук. Для того, чтобы нам выполнить эти гимнастические упражнения для пальчиков, нам нужно что? Плоская поверхность, да? Тут мы видим у рояля, у крышки рояля, изогнутая поверхность, не совсем удобно, то есть мы видим пальчики прогинаются. Для этого мы должны найти удобную нам поверхность. В общем, любую плоскую поверхность. Стол, тумбочка, где удобно. Итак, мы нашли плоскую поверхность, это тумбочка, нам здесь нравится, и начинаем разминать наши пальчики. Первое движение вверх-вниз пальцами по три раза. Раз, два, три. Раз, два, три. Когда вы выполняете эти упражнения, постарайтесь не торопиться и выполнять каждое движение очень тщательно. Контролируем пальчики. По три только, да? Ну, кому как удобно, конечно, но мы по три, потому что, ну, а иначе длинное видео будет. Два, три. Раз, два, три. Дальше движение пальцами вправо-влево, по четыре раза. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Зеркально получается. Да. В какую сторону начинать, без разницы. Не торопимся. И обратное движение. Четвертый пальчик самый у нас слабенький считается. Работаем, работаем, работаем. То есть стараемся до края, да? Доводить пальчик. Дальше круговые движения пальчиками по три раза. Раз, два, три. И в другую. Раз, два, три. Работаем, работаем, поднимаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Если честно, тяжеловато путаться пальчики. Ну, если это делать, в принципе, хотя бы через день, то будет нормально, да? Да, уже будет лучше. Ох, пятый пальчик работает, работает. Больше, больше, да? Вот сюда прям старайся. Работай вот так. Вот, 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 вот. Не абы как, а прям вот старайся. Видишь же границы? Здесь граница, здесь граница. Значит, надо постараться тянуть, да. Пальчики должны проснуться. А потом уже перейти к упражнениям, да? Ганон, лист, шопен, гамообразные, двойные ноты, аккорды и так далее. Не торопись. Вот. Все. Переходим к следующим упражнениям. Для следующего упражнения нам понадобится вот такой вот мячик, без разницы. У нас такой вот черненький, тяжеленький. Разминаем ладошку, ложим на мячик плоской ладошкой и начинаем круговыми движения ладошкой возить. Разминать ладошку? Да, разминаем ладошку, чтобы все разминалось. Достаточно приятное упражнение, в принципе, да? Да. Потому что ладошка – это чувствительная часть. Можно сделать полминутки, может быть, минутки. И левая ручка. Не торопись только, да? Спокойно вправо, влево, по часовой стрелке, против часовой. Теперь переходим к упражнению на тактильность пальчиков нашей руки, да? Берем… Если нам понадобится любой мячик, у нас под ребеночек. В основном берем большой палец, а остальные четыре у нас меняются вот такими. Подняли, отпустили, поменяли пальчик. Достаточно сделать туда-обратно. Очень полезное упражнение – почувствовать каждый пальчик, да? И в обратную сторону. Не торопясь только, да? Спокойно. Прямо почувствовать, да? И всякие скорости. И левой рукой делаем, соответственно, так же. То же самое. Теперь мы переходим к следующему упражнению. Чтобы растянуть наши пальчики. Первое упражнение – пальцы в замок. И хорошенечко вот так вот. Растянуть, потянуть, да. Три-пять раз. Потом обратно вернули и снова потянули. Отлично. Обратно. Ты чувствуешь, как оно там растягивается? Вот тут вот особенно тянет. Следующее упражнение – складываем руки вместе. И как бы выдвигаем, чтобы у нас вот тянулось. Тоже вот мизинчик тебя растягивает, самую сюда. И страсть, чтобы мизинчик вот так вот не отходил. Чтобы они все пучки были. Иначе будет плохо тянуть. А ты чувствуешь, там растяжка есть? Да. Нормально? Вот так вот хорошо, тоже три-пять раз. Вот так. Переходим дальше. Да. У нас есть вот такой вот необычный массажер. Он очень хорошо массирует пальцы. И всем вам советую приобрести такой массажер. Очень приятно массирует пальцы. Дальше. Из чего вообще состоит этот массажер? Это пластик. И тут есть вот такие два ролика. И тут спокойно может поместиться палец. Соответственно, как мы массажируем? Берем и проходим. Раз. Два. Хотя бы по три раза, да? Да. А кому как удобно? Я могу вообще там сидеть, кино смотреть по 10 минут. И просто можно час вот так вот сидеть. Очень приятно, удобно. То есть раз, два, три. И сбоку тоже три раза. И сразу мы можем сказать и даже подтвердить то, что кровообращение улучшится. И вот когда я играю быстрые мелодии, бывает пальчики не успевают. Я сожгусь, чуть-чуть вот это упражнение проделываю. И намного лучше работать к кровообращению. Ну и аналогично на другой руке тоже все самое можно сделать. Переходим к следующему. Да. Также у нас есть вот такой аппликатор Кузнецова. Так он называется. Первое. Мы вот так вот хорошенечко надавливаем. Такие колючечки. Они тоже очень хорошо улучшают кровообращение. И вот так вот хорошенечко надавливаем. Где-то можно раз в десять, пять. Ну, кстати, вначале вроде неприятно, да? Потом привыкаешь. Вначале не очень приятно, больновато даже. Но потом более не менее. Вот. Следующий. Да, еще у нас есть тоже такой аппликатор. Тут у нас вот прям новый колючек. И мы вот так вот тоже хорошенечко прям вот стараемся и надавливаем. Кстати, да, здесь уже плоская поверхность, да? Если здесь был, да, у нас что? Изгиб, да? А тут плоская. Здесь уже плоская, вот. И вторая вариация. И еще. То есть мы вот этот аппликатор кладем на этот. Тут сюда кладем руку. И этим аппликатором накрываем наверх. И надавливаем. И хорошенечко даем. Вот прям хорошенечко. Очень хорошо будет улучшаться кровообращение. Даем руки чуть-чуть отдохнуть. И снова таяем. Так можно сделать 3-5 раз. Второй. Чуть-чуть отдыхаем. Ну да. Это мы сейчас быстро так показываем. А так это не спеша. А так мы можем так сидеть долго. После того, как мы размяли наши ручки, мы можем начать играть упражнения. Они также, это видео также есть у Олега на канале. И можем уже начинать наше занятие. Спасибо, друзья, за просмотр. Репост приветствуется. Лайк тоже. Всем удачного дня. А мы приступаем к нашим занятиям. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова